Добрый день, уважаемые коллеги. Мы обсудим сегодня приоритетные вопросы развития атомной отрасли. В сегодняшней встрече участвуют и военные, и гражданские специалисты, так как проблемы, которые вам приходится решать, во многом связаны, и именно необходимостью комплексного подхода продиктована разработка правительством государственной программы о мерах по развитию атомной отрасли. Атомный потенциал страны крайне важен для интересов национальной безопасности. Прочность ядерного щита, состояние оружейного ядерного комплекса – это важнейшая составляющая статуса России как мировой державы. Подчеркнув, совершенствование ядерного арсенала должно идти в соответствии с самыми строгими требованиями по эксплуатационной надёжности и безопасности. И, разумеется, с соблюдением всех нераспространенческих режимов. В этих вопросах позиция России остаётся твёрдой, последовательной. Очевидно, что всех также волнуют вопросы безопасности ядерного комплекса. И нужно повышать уровень его защиты, причём не только от техногенных рисков и нештатных ситуаций, но и от провокации террористов. В известных вам долгосрочных программах к этим требованиям нужно относиться особенно внимательно. Нельзя забывать и о том, что атомная энергетика – это серьёзный ресурс для роста национальной экономики. Сейчас, когда она находится на подъёме, вопрос энергообеспеченности стал одним из самых значимых. Вы знаете, сегодня растущие энергетические аппетиты удовлетворяются в основном за счёт газа, его потребление в стране постоянно возрастает. Однако в долгосрочной перспективе только углеводородные, а значит, невозобновляемые источники, эту проблему, конечно, не решат. При этом наши исторически сильные позиции в ядерной энергетике пока используются абсолютно недостаточно. Напомню, в СССР ежегодно вводилось до 3 гигаватт энергомощности, а сейчас за период в 5 лет в России вводится только один. Как результат, доля ядерной энергетики в энергобалансе нашей страны составляет всего 16% всего. И если ничего не предпринимать, вообще ничего не делать, а двигаться только сегодняшними темпами, то к 2030 году она упадёт до 1-2%. Многие коллеги знают, как в мире обстоит дело с ядерной энергетикой. В такой стране, как Германия, где принято решение о том, чтобы вообще её сворачивать вроде бы, а она составляет 32% всего. А у нас таких решений не принимается, а всё катится под горку, и по факту всего 16% сегодня. В этой связи ещё в начале года была поставлена задача на фоне общего роста энергопотребления – сохранить существующую долю атомной энергетики в производстве электроэнергии, а в дальнейшем подготовить программу её увеличения до 25%. Знаю, что разработана федеральная целевая программа по развитию ядерной энергетики темпом в 2 гигаватта в год, но это лишь поддерживающий уровень. Убеждён, что отечественная ядерная энергетика способна сейчас развиваться с более высокой динамикой. Это, в свою очередь, будет стимулировать подъём целого ряда высокотехнологичных отраслей экономики, а также будет способствовать развитию многих смежных научных дисциплин и направлений. Остановлюсь на самых принципиальных моментах. Первое. Не секрет, что используемые сейчас новые поколения реакторов – это в значительной степени наши отечественные разработки и достижения. Кроме того, в мире активно ведутся работы над реакторами так называемой «малой мощности», и в этой сфере Россия в значительной степени лидирует. Достаточно вспомнить про сроки эксплуатации атомного ледокольного флота или атомных подводных лодок. Напомню также, что в послании этого года Федеральному собранию была поставлена задача разрабатывать столь перспективные направления энергетики, как водородные и термоядерные. И хотелось бы, конечно, услышать сегодня предложение на этот счёт. Второе. Мы убеждены, что возможности для развития мирного атома должны иметь все страны. Его применение способно серьёзно снизить порог энергобедности многих развивающихся государств. И, следовательно, создать условия для социально-экономического прогресса и повышения качества жизни миллионов людей на планете приведёт к выравниванию различных уровней экономического развития, а как следствие – к улучшению ситуации и на международной арене. Вы знаете, Россия инициировала создание международных ядерных центров, призванных предоставить доступ к атомной энергетике новым странам-потребителям. Разумеется, при обеспечении ими технической безопасности и надёжном контроле со стороны МАГАТЭ. Третье. Мы обязаны активнее продвигать отечественные ядерные технологии на внешний рынок. Отмечу, Россия готова открыто конкурировать с другими государствами в этой области. И наши компании, к сожалению, часто ещё наталкиваются на неоправданные дискриминационные барьеры. Повторю, позиция России здесь абсолютно логична. Нам не нужно никаких преференций, особых условий на мировых рынках соответствующей продукции. Прежде всего потому, что наши продукции вполне конкурентоспособны. Но мы категорически не согласны с тем, чтобы работа наших компаний сдерживалась отсутствием равных конкурентных условий для всех участников рынка. Тем более, что от нас ждут равные конкуренции на наших рынках. Пусть и нам предоставляют такие же условия. И последнее, работая на внешнем рынке, на внешнем рынке атомной энергетики, мы должны учитывать его сегодняшнюю специфику. Я уже говорил в послании о том, что нужно укреплять наши позиции в мировом атомном машиностроении, причём через использование новейших технологий. Кроме того, реструктуризация отрасли также должна быть направлена на эти цели. Мы должны быть готовы предоставить самый широкий спектр услуг и продуктов. И потому внутри страны нужно активно заниматься всеми элементами топливно-ядерного цикла, энергетическим машиностроением и строительством АЭС, организацией научных разработок и подготовкой квалифицированных кадров для отрасли. Наконец, нам требуется адекватный времени и новым задачам механизм управления. Правительству дано поручение подготовить программу по поддержке ядерного оружейного комплекса и ядерной энергетики. Эта работа в целом завершается. И сейчас крайне важно обеспечить их эффективную реализацию.